Народ, всем привет! Привет! Ну что, сегодня мы из Эляйна, из аэропорта Абузаби, попытаемся вылететь в Польшу, потому что у нас каникулы, и мы хотим попасть в Украину. Поэтому будьте с нами, всё покажем, расскажем, как добраться из города Эляйна, чтобы на границе с Аманом в Украину в это время, когда идёт война, когда рейсов нету. И, конечно, безумное количество советов есть автобусом, поезда. Будем вам всё показывать, рассказывать. В общем, в данный момент мы и находимся в аэропорту Абу-Габи, в столице объединенных арабских игроков, как у нас современный. Кстати, да, плейлист есть, и один, и второй, и поэтому берём вас с нами и начинаем наш путь. Приехали мы уже в аэропорт Абу-Габи. Аэропорт пустынный, ничего не вылетает вообще, да? Ну вот, и непонятно, куда идти ещё. Стоим себе, думаем. Киоски есть, на всякий случай чемпионаны продаются. Ну вот такое вот. Куда идти, непонятно. О, неясно. Да, аэропорт пустой, вообще никаких вылетов нет, ничего не вылетает пока. Команда идёт, всё идёт. Кстати, интересно, вот сейчас покажу вам, китайцы как-то так приоделись прям вот. Выходили из автобуса и стали одевать такие всякие костюмчики. Ну да. Вот такие вот они, китайцы. Появился уже, наверное, рейс на табло. Кстати, пришла смс, когда мы ехали сюда, что задержка на полтора часа. Типа в 20.30, ну не, в 10. Ну такая очередь. Китайцы в костюмчиках, прелесть. Всё, нам подсказали уже из той очереди, слава богу, идти вот туда вот, в терминал 1. Ну всё, идём в терминал 1. Не, ну подсказали бы ещё, а то вообще толкаем багажик. Куда что идти, ну непонятно вообще. Ну аэропорт пустейший просто. Ага, терминал 3, наверное, или... Мы идём в терминал 1. Вот, короче, из терминала 3 добираемся в терминал 1. Ну вот, пришли пока, видите, регистрации нет. Вот саралковое окно по 33, вообще пустое, нигде ничего не открыто. Стоим пока ждём, даже очередь занять нельзя. Я про туалет, и тут тоже есть туалет. И там VIP-туалет, короче, терминал нет, VIP-терминал 1. Вот прекрасная мечеть шейха Заяда. Много видео было, аж селых 2. А вот классная тачка, Наташа, и поставили тачку, и поехали гулять в дьюти-фри. И поехали! Всё, ха-ха! Класс! Всё, народ, заходим в помещение. Красиво вообще, красиво сделано. Уже начинают продаваться всякие напитки, круассанчики. Ну и кому облом идти, можно ехать. Но у нас прикольные тачки, и поэтому мы, наверное, поедем. Ну давайте посмотрим, покажем вам цены. Что здесь, ну, что-то людей мало сидит. Круассан 15, но это... Давайте покажем круассанчик-то. Круассан 15, маффин 16, то есть где-то по 3,5-4 доллара. Хай, ха-ха-ха! Пицца Маргарита 36. Где пицца? А, вон, пицца 36, да, ты говоришь, такое в среднем. А кофе почём? Кофе 15,18. Кофе 15,18. Ну вот такие цены. Такие цены. Органик кофе можно, в общем, купить, взять и пойти с собой. Вот мы оттуда пришли, у нас выход 18, нам нужно вниз, но мы пока здесь застрянем, погуляем. Вот Макдональдс, также финики продаются. Купи с рис 3, сохрани 20 дирхам. Ну, дороговато вот. 35 финички, 65. Ну, так, прилично. А сколько тут? Кило, наверное? Ну, кило, наверное, но всё равно как-то дорого. Это уже такая зона дьютифи начинается. Вот наши тачечки, и вот он, аэропорт Абу-Даби. Вот он такой большой. Ну, не знаю, правда, большой или нет. Так, что тут, шоколадные конфеты 59, одна пачка. Это очень дорого. Это просто 59, это же вообще, это где-то 15 долларов. Да нет, это что-то не забудет. Так, поехали сейчас. Завнути за себя не буду. Ну, очень удобно вести такую маленькую тачечку и ехать. Ну, вот смотрите, орешки. Наташ, это цены, посмотри-ка, 85. Это что такое вообще-то ужас, какой-то. Ну, ладно, это эти фисташки, они дорогие всегда, но это тоже дорого. Это очень дорого, 60, а это 140, но тоже дорого. Это что-то, даже если килограмм, очень дорого. Наташа верблюдиков заметила. Ну, давайте сейчас немножко вам покажем, что есть. А, шоколадка такая, что ли? 35 диркам, одна шоколадка. Это 10 долларов. Ой, что-то я... Почти 10. Нет, это очень дорогой дьютик. А помните, Дубай вам показывали, аж 3 видео сняли там в прошлом году. Тоже посмотрите обязательно. Ну, вот он, аэропорт. Смотрите, много закрыто. Хотя сейчас только 5 часов вечера. Казалось бы, все должно быть открыто. Правда, воскресенье? Ну, вот он какой. Вот внизу там... О, 14-18, значит, нам вон туда вот надо будет. У нас 18-й. Ну, красиво сделан. Так, типа, под лувр, наверное, под какую-то такую вещь интересную. А, ну, наверное. Надо идти чуть-чуть еще издалека показать. Пальма такая красивая. Сейчас надувала чуть побольше. Все-таки Абудаби, столица. Но... Скажи, ты какую-то... Да. Когда мы приехали вообще, мы просто ехали минут 10 уже в зоне аэропорта, ничего не вылетало. Все равно это косметология. Ничего не вылетало вообще. Не вылетало, имеется в виду самолеты. Вообще, мы такие, думаю, аэропорт вообще работает. Мы подъехали, людей нет. Ну, мы сами вам показали. Ну, сколько? Три рейса. Ну, да, три рейса. Два отличь всего. Отличь. Так, отличь. Сейчас время было, я не знаю, уже сколько, в последние времена. Там, одним за одним, по-моему. Да, одним за одним. А Борисполе вообще там подъезжаешь просто. А в Дубай ты уже... Ты еще не заехала в аэропорт. Уже за полчаса там самолеты просто над баловой летают. Да, ты сказала, да, что это? Мы подъезжаем и ни одного самолета. Да, вообще. Это точно аэропорт? А, и, кстати, когда подъезжаешь, 60 км в час. Вот именно дорога к аэропорту, и все машины медленно тащатся. Машины тащатся, потому что это строго. А по сравнению с тем, что мы летели... Ну, вот еще раз вам и покажу я. Значит, там можно сидеть. Есть, конечно, место зарядить мобилочки. Вон, обмен валют. Подойдем еще раз, спросим, есть ли у них польская крона. Возможно, есть. Ты что, так обратите внимание, он сейчас закрыт. Я уже сказала, да. Хотя 5 часов воскресенья и... Ну, народ, очень дорогой дьютик, будете в Абу-Даби или вылетать из Абу-Даби, пожалуйста, оберите все уже в других магазинах. Сейчас посмотрим, еще покажем, чтобы такое вам было какое-то настроение веселое. Все-таки с нами летите сегодня. Мы вылетаем в Польшу, так что... Немножко поднимаем настроение вам. Ну, вот снова мы вернулись в дьютик. Дьютик, но все равно, вот эти финики, одна штука 20, типа как 3 будет за 40, да, но это дорого. 3 за 10 баксов, это дорого. Хотя вот такие мы берем по 6,75 дирхам. Ах, да, что-то вообще, конечно, дьютик здесь не дешевый явно. Ну, какие-то... Наташа ходит, говорит, это очень дорого. Ну, вот такие вот по 25 конфеты, это просто что-то... А наборы какие-то за 120 дирхам какие-то конфеты детям привезти. Вообще не радует. Магнитики, ну, идем. Пошли. Ну, давай что-то интересное покажем. Ну, а, конечно, что-то цены очень-очень большие. Это вот реально чувствуется, что вы в таких дорогих Эмиратах. Ну, магнитик прикольный. Очень много магнитов и остальных сувениров мы вам показали, где покупать, да. В Дубае можно в магазинах там 17 дирхам. Ну, магнитики такие себе. Я не могу сказать, что они очень красивые. По 17 дирхам магнитики. Оно вот такое большое, но он некрасивый, честно, вот. 20 дирхам. Вообще, Наташа, как магнитики? Вот Наташа верблюд понравился. Ну, почем такая прелесть? 25. 25, ну, тоже дороговато, что-то. Пиша дороговато. Помнишь, мы показывали магазин сувениров после Рифмола в Дубае? А ну, этот почем верблюдик? Так, сколько такое? 15 дирхам. Ну, что-то более-менее, но дорого и некрасиво. Вот что магнит такой с верблюдиком. 17 дирхам. Дорого, народ, дорого. Вот такой симпатяшка 25. Ну, опять-таки, это что-то такое дорогое. Так, что у нас тарелочки? Давай, тарелочки. Такие самые маленькие. 50 дирхам. Елки-палки. Это какой-то вообще кошмар. 135? Там ну. Стой, подожди, 135. Вот такие есть по 63, по 55. Ну, это же искусственное. Это же не... Да, что-то вообще. Ну, что с алкоголем у нас? Еще, кстати, чашечки есть прикольные, вот такие маленькие. Я купила вот такую маленькую в Дубае за 4 дирхам. Только в Дубае. Здесь она 20 стоит, да? 20 дирхам. Так что, ну, цены не разные. Ну, алкоголь, сами смотрите. Давайте так делим. Все же все увиденное на 3.68, чтобы найти правильную цену в долларах. Слышишь, выляй не только. Выляй небольшой курс. А так-то 35. Да, выляй не хороший. Хороший курс, да, согласна. Сигареты есть. Есть водовка. Ну, мало, кстати. Спиртного мало. Видно, что мультсумбанская страна. А в Шарджи вообще оно закрыто отдельной шторкой, всегда отгорожено. Ну, Белли, 105. А, вот эти тут в долларах уже написано. Я вам говорю, что жить. Я только сейчас заметила. Да. Ты сказала, я сказала. По-моему, в Дубае тоже так было. Ну, что, на? Ну, нормально. Маловато. Сколько здесь, смотрите, кстати, стоит? Не знаю. Не курим, не интересуются. Мальбара, пачка, 35 долларов. 35 тысяч. Ты не пачка, это блок. Ну, блок, не пачка. Ну, я пачка. Ну, все, и вон люди кушают. Пойдем еще посмотрим, что там есть, покушай, да? По просьбе Наташи пошли в парфюмы. Ну, и что здесь по ценам? 477. Это в доллары, скажи. 132. 132 доллара. А вот такой, как Маха. Помнишь, тебе такую фенечку сделала? Помните, види, когда мы к Махе на работу пришли? Это тоже 4, тоже. 132. Ну, что, парфюмерия тоже дорогая, мне кажется. Мне тоже тоже. Может, она тоже должна стоить столько? А, ну, Давидов Кулвотер. 70 долларов, Давидов Кулвотер. Да, ну, это не дорого. Как-то столько стоил? Не-не-не, народ. Это не сумасшедший. Это очень дорого. Ты не хочешь не беру? Ну, я не хочу и не беру, действительно. Не беру. Зачем? Ну, что, Наташ? Какое себе, да? Почем опиум? Так. В долларах говори сразу. 105. 105. 105 долларов опиум. А вот этот какой-то опиум Black ADP, сколько? 99 долларов. Почти задаром. Ой. Да? Так себе опиум? Не-не-не. Ну, нормально, нормально. О, ну, такой мужской приятный. А этот сколько стоит? Так. 111. 111 долларов. Блин, какие-то приличные какие-то суммы. А вот лави... Что-то? Лави Эбель. Сколько? 430. Там 100 с чем-то. Я не вижу. 119 долларов. 119 долларов. 119 и 4 доллара. Вот еще арабскую парфюмерию Аджмал вам покажем. Ну, тоже дорого, скажем. Смотрите, вот. 138 долларов. Наташ, можешь попробовать, пожалуйста. Ну, по-моему, 250 стоит. Я их всегда и пробовала. Ну, ну... Ну, а ну, скажи, чем пахнет этот черненький? Вкусно. Это там танцевут. Ну, вкусно? У-у-у, здесь какие-то деревяшки, что-то такое. Красивый арабский. Так, а эти что? Это подешевле. Это вот за 400, за 113 долларов. Я тут возьму Амбар. Амбар за 113 долларов. Да, давай, а ну. Это как специи, ты знаешь? Ну, да, я понюхаю. Реально, как специи. Ну, да, специи и мед. Нет, неплохо. Это, знаешь, интересный запах. Это кислинка там какая-то. А вот это вот 97 долларов. 97 и 22 цента. Ой, нет. Нет? Ну, для меня нет. Я что-то... То ли я как-то со всеми этими... Ну, честно, дорого, народ, дорого. Берите все в городе. Да, нет. Оно стоит, по-моему, 250. Они, кстати, не дешевые. Вот вся серия, я узнала, а не дешевые. А что здесь подешевле? А мне эти фляги нравятся. Что это за такое вот? Аджмал, тоже Аджмал. О, 100 дирхам. Ну, смотри, я почти правильно всегда говорю. 100 дирхам, 27 долларов. 27 и есть. Так что он нормальный, по нормальному курсу здесь. А мне знаешь, что нравится? Как фляжечка просто. Обыкновенная она, да. Обыкновенная... Ой, знаете, Давидов Кулуотер лучше взять. Да, ну, после прийти это будет. Ну, так, 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 так. Кого интересует парфюмерия, есть у нас лист парфюмерии, аромат и распаковка. Ну, конечно, дорого. Здесь это дорого. А ну, я тебе сейчас скажу, чем не покупать. Я не понимаю. Не огурцом покупать. Свежий огурчик за 27 долларов. Сладким огурцем. О, нет, этот не 27. Белый, кстати, стоит 34 доллара, а черный и голубой по 27. Ну, мне нравится просто фляжка, как мужской аромат. Перцем? Все. Может, перцовочка? Ай, дорого здесь, дорого. Какой Наташа нюхает? Монблан Сигнейчер. И сколько он стоит здесь? Так, 50 миллилитров, 60 долларов. 60 долларов, 77. 77. Ну и что, вкусный? Он сладкий, он какой-то сладкий, пудристый, но более сладостей немного. Ну, надо, если, если бы, например... То есть это более-менее, да? Ну, я не знаю, я все равно буду. Я знаю, что мне нравится. И пусто. Вышли из Дьюти Фри, здесь всякие снеки, но все очень недешево. Ну, 16 дирхам, бутылочка воды. Что это такое? И пока вот такой водички из краников, как в Дубае, нету. Обыкновенная, которая стоит меньше дирхам, а вода 9 дирхам. Елки-палки, и пить хочется. Кока-кола 18 дирхам. Просто по цене не знаю. По цене крыла самолета. Вот, вот, вкусненькие вещи всякие, да? Много индейских ресторанов мы показывали. 29 дирхам стоит. Вот, лепешка с карри 29. Ну, это вкусно. Такие штучки вкусные. 29, блин, дороговато, реально. А здесь эспрессо капучино американо. 14, 18, 16. Короче, от 14 до 20 любой копия. Соки есть, все есть. Вот тоже менюшечка тут. 30, 36. То есть 8 долларов, тире 10 долларов. Ну, покушать нормально еще. Беряне точно. Вкусняшка. Наедитесь. Так, что здесь еще тут? Возьми две, сохрани. 45 дирхам. А, две за 45 дирхам возьми. Зачем? А, это вот этого вот вещи. А, боже мой, пиво есть. С ума сойти. Понятно. Да, точно, кинфишер. Наше любимое пиво, когда мы были в Индии. Вкусно было. 9 дирхам вода. Это, конечно, жесть, честно. Сан-Пелегрина 16. Ну, вот, всякие такие штучки есть. Немножко цены вам показала. Красиво так оформила, конечно, индийский ресторан. Но цены, цены. Так. Как потерять Наташу в аэропорту? Пройти мимо Дьюти Фри. Что, Наташа уже кричит, поймала. Что там, что такое, что? Что-то вкусное? Помощь зала. Помощь зала, что? Понюхать надо? Давай. Понюхай. Что это такое у нас? Сплендида бы в угаре. Не, я не понимаю, что это. Вообще, не понимаю, я бы такое бы не одевала, не носила бы. Что-то очень странное, честно. Так, сейчас где-нибудь возьмем кофеек и, наверное, посидим. У нас есть вкусные бургеры. Все снеки здесь, конечно, дорого стоят. Вот, добрались до этой кафешечки прикольной. Смотрим цены. Ну, тоже дороговато. Пиво, бутылочка, 41 дирхам. Вино, 54. Ёлки-палки. Кинг-фишер, 24 дирхама. Рекомендуем вкусное пиво. Ну, все-таки вот, soft drinks, неалкогольные, пепси, все остальные 0,5-18 дирхам. Так, что у нас здесь из вкусняшечек? Тут уже все вкусненькое. 26-28, всякие. Тирамису 26, страубер, чизкейк, клубничный 29, что-то там это. Салаты 36-38. Салаты 10 долларов. Бутерброды, ну, я не знаю. От 28 до 36, то есть 7-10 долларов. Вот это, наверное, вкусный такой какой-то вот. Барбекю, чикен сэндвич, да, курица, барбекю, точно вкусненький. И булочки шоколадные, и круассаны 18-19 дирхам. Ой, да, да, красиво. Сколько это стоило? Это не с корицей, нет? Резиндон 18. Не, с этими, с изюминками. С изюминками. Ну, вот такие стоят. А кукисы? Кукисы один кусочек 14, 4 кусочка 45 печеньки. Смотри, эспрессо стоит 18, маленькое, большое, 21. Регулярная, это штука регулярная. Обычная. Обычная. Горячий шоколад 21-23. Ну, тут дороже, чем в других этих пилотах. Чуть-чуть кофе дороже. Наташа от кого-то прячется? От ребенка прячется. А, от ребенка. Сели мы в кафе Брика, взяли кофе. 18 дирхам. Одно латте стоит. Давай, сейчас будем есть бургеры вкусные. Те же самые, что и в Дубае ели. Видите, какие-то вкусные. Да, вкусные. Сваружио в такой же штучке, которая держит тепло. Давай, Наташа, распаковочка бургера в аэропорту. Вот, на всякий случай тоже взяла трубочки и мешалочки. Удобно устроились, можно наблюдать за людьми. Класс. Итак, распаковка. Да, давай, я показываю, что в бургере. Бургер, кстати, тоже стоил 18 дирхам. Совпадение? Не думаю. Ну, извините, вкусман мяса. Ну, там, здесь, это вкусное. Самое вкусное куриное филеечко. А это я и Элли сзади меня играют. Такое прикольное кафе с такими окнами. А я от ребенка прячусь. А, от ребенка прячется. А, ну да, ребенок тебя видит, мне кажется, он тебя нашел. Молодец. Так, ну что, вот он вкусный, есть кафе Фаруш. Там очень вкусная такая мясная куриная котлетка. Котлетка просто классно сделана. Покажется, да, да, да. Ну, это же котлетка. В общем, все, пожелайте нам приятного аппетита. Прошелаем. О, ну тут еще много есть. Салатик это. Выглядит он так себе, конечно. Мы это в прошлом видео показывали. Она вкусная, очень. Ну, мы везли его сколько? Мы же везли. Из-за ляйна, да, полтора часа. Ну-ка, Наталья, давайте пробуем. Сколько там, минимум 35-32 дирхам. Что мы знаем, что он вкусный и доставляет нам удовольствие. Не важно, это урок, да? Крокодил. Ну, что сказать. Смачно. Кофе попили уже, народ прибывает. Не только уже три рейса этих, но все равно маловато. Наташа все-таки решила друзьям взять финики. Я вот брала такие три на двадцать, а здесь будет три на сорок. Ну, так как мы не знали, что у нас будет недовес 5 килограммов, так бы взяли. Наташа, чемодан 23, да? 27 вместо 32. Да. Мы взяли бы, конечно. А ты хочешь разные, это прикольно. А ты уверена, что разные именно? Нет, я их смотрю. Может, они типа там три лулу или три эти вот. Нет, я смотрю. Самые вкусные вот эти вот. Да? И они всегда дороже обычно. Фарт и лулу, они одинаковые. Они все вкусные. Но самые вкусные хаиджи или как? А, хенази. Хенази вот эти вот. Они вкуснее, они чуть больше обычно. Ну, ты так посмотри по сроку годности. И чтобы свежие были, их можно... Они все 12 попроху. ...потрогать, помять чуть-чуть. Так что все-таки возьмем сейчас друзьям еще. Три пачки фиников Наташа возьмет. На лифте спустились. И показываем вам всю печальку первого этажа. Да. Как сказала Наташа, весь лухурый сегмент ушел. Вообще нету. Ну, поехали посмотрим там, что у нас. Хотя и задержка рейса, но вроде как или ворота открыли, или пригласили. Но не на посадку, непонятно просто. Ну, посмотрите, вообще... По сравнению с вторым этажом так все печальненько просто. Так, а ну давайте глянем. Ну, наш рейс показан. Показана 18-ая, окей. Идемте посмотрим сейчас. Все, народ, уже отсидели 2 часа. Уже мы находимся. В автобусе, уже даже приехали, но почему-то нас не выпускают. Ждем выхода в самолет. Выпускаться. Блин, непонятно, что происходит. Нас обратно привезли. К аэропорту. Объехали самолет, обратно привезли. Вообще, конечно. В офигении немножко. Народ, очень весело. Нас вернули в здание аэропорта. Самолет перенесли. Как говорят, на завтра, на 11. Нас катали в автобусе. Девочке одной стало плохо. Нас не выпускали из автобуса. Мы стали бить двери. Наконец-то ее вынесли. Там апеллельсия все началась. Было жарко. Но она вот так вот. Она пустилась, ее вынесли. То есть, Визер, это одна из худших авиакомпаний пока по нашему приемнике. Что? Девять. Видит на тейк. Девять. Нет. Видит на тейк. Погодили. Еще мужик какой-то подошел и сказал, удалите видео. Я попал в ваше видео. Господи, мужик, иди себе на ты, пожалуйста. И так все нервные, господи. Я ничего не плохо сказала. Говорю, звони в полицию. Я не буду видео удалять. Я могу переписать. Но я не буду. Так что сейчас не знаю, народ. Ждем или отеля, или еды. Сейчас 22.44, а должны были вылететь 8.30. Вот такая фигня, Валяка. Да.